Добрый день! Работа 8-го Конгресса финансистов Казахстана продолжается. Сейчас у нас в гостях председатель правления акционерного общества Народный банк Казахстана Умуша Ахметова. Добрый день, Пума Балатхановна. Скажите, пожалуйста, как динамично меняется банковская сфера в Казахстане и какие тенденции на эти изменения влияют? Добрый день! Сегодня мы отмечаем 25 лет со дня ввода нашей национальной валюты Тенге. И можно сказать, что, наверное, именно за это время началось развитие нашего финансового сектора. Не только банковского, но и страхового, рынкоценных бумаг. И мы за этот период прошли несколько этапов. Наверное, первый этап становления с 1993 года до 2000 года, когда вся инфраструктура буквально была заново создана. Это и биржа, это и центральный депозитарий, это и коммерческие банки. Их было в то время больше 200. Это и брокеры, и дилеры. Был период активного входа иностранных банков на наш рынок. И мы видели, что было развитие в рамках ценных бумаг. Была программа «Голубые фишки», были произведены приватизация большая, были произведены продажи крупных государственных предприятий. И огромный, наверное, пул инвесторов, как прямых FDI, прямые иностранные инвестиции, так и через рынок ценных бумаг, конечно, входили в Казахстан. Но потом с 2000 года до 2008, наверное, тоже был период бурного роста, еще более бурного. Страна уже становилась, уже получала инвестрейтинг, банки развивались, новые продукты, ипотечные кредиты, то, чего никогда не было раньше. В целом корпоративное кредитование. Но в тот момент уже начиналось более строгое регулирование. Банки в своем количестве снижались. Но становились более развитые, более сильные, выходили на внешние рынки, получали рейтинги от международных агентств. И вот в тот момент, до 2008 года, банки смогли привлечь в страну достаточно большой объем. Он доходил до 44% от ВВП внешних заимствований. Конечно, потом, наверное, это был какой-то негатив, потому что они не смогли их рефинансировать. Но это был в то же время и позитив, потому что эти все деньги были вложены в экономику страны. Но и с 2008 по 2018 период очень такой стабилизации, наверное, мягко говоря. На самом деле это был кризис и дальнейшая какая-то стагнация в развитии. Мы видим последние несколько лет тоже, к сожалению, негативные моменты, когда банки разоряются, отзываются лицензии, происходит слияние банков и так далее. Ну, наверное, надо отметить, что особенно вот последние несколько лет национальный банк наводит порядок, так сказать, и реально поднимая те проблемные вопросы, которые накопились, начиная с кризиса 2008 года, это проблемные кредиты, которые не всегда отражались в финансовой отчетности банков, не всегда были на поверхности, но банки болели. То есть они на самом деле не могли кредитовать, не могли расти, а занимались только марафетом своей финансовой отчетности. Но, конечно, не все банки такие, да и несколько всего лишь банков. Вот в целом то, что сегодня происходит, это оздоровление. Я считаю, это перезагрузка на банковском секторе. Были выделены, конечно, большие государственные средства для поддержки банковского сектора, но в то же время без банков не может быть экономики. Банки должны быть очень сильные, они должны быть конкурентно способными, они должны быть технологически развитыми, они должны быть стабильными, платежеспособными. Это очень важно. Это важно и как еще раз для экономики, так же, конечно, и для социальных каких-то моментов, для стабильности у нас в целом в стране, потому что падение одного большого крупного банка может привести к большим социальным волнениям. Поэтому процесс идет, и я смотрю с позитивом на следующие несколько лет, и я думаю, что вот эта перезагрузка, оздоровление банковской системы должно привести к позитиву. Ну а как вы вообще оцениваете работу Национального банка именно в обеспечении финансовой стабильности на банковском рынке? Ну, мне, наверное, сложно давать оценку. Ну, конечно, я его должна похвалить, но если говорить, конечно же, объективно, огромная работа проводится, она непростая, она очень сложная. За многими банками есть политические силы, есть определенные влияния, и, наверное, надо отметить определенное мужество Национального банка, когда он озвучивает проблему, и затем ее иногда радикально решает. Но это необходимость. Вот вы сказали, что в последнее время происходит консолидация либо ликвидация банков. Как вы считаете, какие банки по требованиям должны остаться на рынке, и должен ли ужесточать Национальный банк со своей стороны требования по работе этих банков? Ну вот знаете, при одном законодательстве, при одних правилах, почему-то одни банки работают хорошо, а другие плохо. Значит, это не всегда проблема в законодательстве, все-таки проблема в определенных банках, и, возможно, вот такой политической независимости Национального банка от определенных сил. Все эти проблемы, они очевидны, они видны. В первую очередь, это отражает рейтинговое агентство. Как только понижают рейтинг банку, все понятно, там проблема. Вот в этот момент Национальный банк должен иметь мужество принимать решение о приостановлении, об отзыве, об пересмотре определенных лицензий. Например, ограничить прием депозита физических лиц, как первый шаг. Вот здесь, наверное, очень важно. И, конечно же, в рамках консолидации вот эти шаги, и в рамках отзыва лицензии, эти шаги, они необходимы, и Национальный банк, наверное, проводит правильную работу. Ну вот на сегодня на банковском рынке осталось всего 28 банков. Как Вы считаете, какие услуги, или вообще как эти банки должны завоевывать доверие у своих клиентов? Та же самая цифровизация, те же самые быстрые, допустим, переводы. Может быть, банковскому сектору действительно чего-то не хватает для того, чтобы вызвать наибольшее доверие со стороны населения? Как Вы считаете? Нет, я думаю, что в целом мы видим приток депозитов и рост, депозитов физических лиц. Это за последние несколько лет. Это говорит именно о том, что все-таки доверие в банковской системе есть. Возможно, не всегда уровень финансовой грамотности есть у наших вкладчиков, и они кидаются на определенные, так скажем, примочки или высокие ставки, или кэшбэки, или там бонусы по платежам, или еще какие-то вещи. Надо смотреть уже на сам банк. Если банк может в течение нескольких лет платить этот кэшбэк, или не может, или это временная, или это маркетинговая компания. Потому что, к сожалению, яркий пример того же Астана Банк, который очень быстро и динамично зашел на рынок, и также в течение трех лет быстро ушел. И вкладчики, и клиенты банка пострадали. Да, он был очень технологичный, да, он платил большие бонусы, кэшбэки, но фундаментально под банковской деятельностью нужно было смотреть, какова его бизнес-модель. А банк зарабатывает деньги? Вот он вам дает кэшбэк, а завтра что? И вот в рамках этого, конечно, финансовая грамотность населения очень важна. Да, сегодня конкуренция, она высока. Мы все работаем над технологиями, мы все работаем над привлечением клиентов, над повышением доверия, потому что банк — это, в первую очередь, доверие со стороны людей. И вот необходимо, чтобы банкиры не злоупотребляли этим доверием, не заигрывались, опять-таки, некоторыми этими вещами. Но здесь, конечно, роль Национального банка, она будет критична, потому что такие агрессивные какие-то вещи, они очевидны, они видны. Мы, как банкиры, на это смотрим иногда со стороны и думаем, ну, посмотрим, что будет дальше. Но в целом, люди, население должно делать выбор. В рамках платежей, наверное, легче, можно в любую платежную систему зайти. А в плане депозитов нужно очень осторожно, взвешенно выбирать банк. — Последний вопрос. Какие перспективы развития банковской системы на сегодня вы видите? Ну, в первую очередь, это, конечно, технологии. То, что сегодня и уже последние несколько лет тенденция — это технологическое развитие банковского сектора. Однозначно, сегодня банк — это, мы как бы говорим, финтех, это технологичная компания, без этого никак. Затем, наверное, второй большой момент — это все-таки в рамках усиления надзора, в рамках повышения требований к капиталу, банки должны работать над капиталом. А капитал — это значит, ты должен зарабатывать чистую прибыль. Это значит, бизнес должен быть прибыльным. Нужно генерить доходы, банк должен иметь диверсифицированные риски, сбалансированные риски в своей деятельности. И вот это, наверное, одна из тех областей, где нашим банкам еще нужно усиляться. Третье направление — это, конечно же, compliance, это контроль за подозрительными операциями. Это тоже сегодня глобальный тренд, который мы видим, он влияет и на Казахстан также. Тоже повышаются требования прозрачности денег, которые приносят клиенты к прозрачности их операций. Это, наверное, основные тенденции. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи в работе Конгресса. На этом у нас все. Мобильная студия продолжит свою работу буквально через несколько часов.